Моё почтение, меня зовут Олег Граф, я занимаюсь разблокировкой атлантозатылочного сустава головы. В этой короткой лекции расскажу вам, откуда берется эта проблема блока сустава головы, к чему она приводит, каким последствиям она приводит у человека, как устранить блокировку сустава головы и что вас ждет после того, как мы разблокируем этот сустав. Что же представляет из себя сустав головы? В его состав входит первый позвонок шейный атлант, второй шейный позвонок аксис и сама голова, которая на макете представлена затылочной частью головы. Как устроено? Голова опирается на первый шейный позвонок атлант, который представляет из себя такую ромбовидную косточку, а тот в свою очередь надет на шип второго шейного позвонка, который называется ось аксис. И таким образом все это скреплено связками, управляется мышцами подзатылочной группы и позволяет нашей голове поворачиваться. Единственное, когда наша голова может повернуться, единственное возможность для нее это атлант, поворачивающийся на аксисе и голова. Диапазоны этих поворотов не самые большие, но они балансируют нашу голову и позволяют ей всю нагрузку этому суставу нести от головы на себе. Так отчего же у нас заблокирован этот сустав головы атлантозатылочной? Из-за современной системы родовспоможения. К сожалению, она такова, что в попытке помочь матери разродиться младенцам, ее кладут на спину и действительно хотят помочь. Но по практике получается, что эта поза, лежа на спине или полулежа, для роженицы не является естественной. И тут, к сожалению, это подтвердят все, кто рожал в роддомах. Они могут сказать, что им приходилось тужиться, что не является естественным процессом для родов, что у них никак не получалось родить долгое время ребенка, и иногда бывала и гипоксия плода. И в основном случае акушеры вынуждены достаточно экстренно по учебникам или еще более радикально, как кесарево сечение, эвакуировать плод из матери, чтобы он там долго не задерживался, если он решил родиться. Так вот, любая такая эвакуация подразумевает, что производится манипуляция с головой в той или иной степени. И вот любая из этих манипуляций приводит к тому, что происходит подвывих шейного отдела. Он выражается в том, что младенец не может поднять голову сразу после родов. И полтора-два месяца система приспосабливает мышцы шейного отдела для того, чтобы голова стала вертикальна. И сустав этими мышцами, которые парно должны управлять головой, головой, она большее количество импульсов идет на правую сторону этих мышц, меньшее на левую, и сустав блокируется подвывих, послеродовой фиксируется. Что самое интересное, из положения сидя ребенок появляется в основном без проблем, и голову может поднять сразу. Тяжелая голова давит не на предназначенный сустав, а весь вес ее, допустим, уходит на шейный отдел. Шейный отдел имеет естественный прогиб, называемый лордоз. И этот лордоз очень часто начинает выпрямляться, пытаясь скомпенсировать вес головы, который падает на него, на этот шейный отдел, вместо того, чтобы падать на сустав. Бывает, что минует этот шейный отдел, минует нагрузка, и падает сразу, например, на седьмой шейный позвонок, на первый грудной позвонок. И тогда эти позвонки выпячиваются из-за неправильно свешенной головы. Ну, допустим, человек любит посидеть вот так вот, долго почитать за компьютером, и вся нагрузка идет на этот отдел. Бывает, что и на грудной отдел. В грудном отделе тоже должен быть естественный кифоз, и он превращается либо в гипер, либо в гипо. Все тоже зависит от того, как падает нагрузка, как развивался человек. Дальше. Болезни нервной системы. Болезни нервной системы возникают из-за того, что при блоке сустава головы поджимаются нервы, идущие из черепа, и иннервирующие, проникающие, снабжающие чувствительностью, не только двигательные нервы, ну, в общем, вся эта система нервов, она вся спускается из головы и проникает во все тело. Самые частые явления из-за этого – это головные боли. Головные боли различной степени. Значит, если поджимает подзатылочную группу нервов, где угодно, может быть, она появляется. Если поджимает более глубокие нервы головы, начинается мигрение, и даже самые сильные препараты зачастую не помогают. Как же именно происходит разблокировка сустава головы? Сблокировка сустава головы представляет из себя силовую разминку мышц в вашем шейном отделе. Она не подразумевает ничего, кроме точного воздействия на сами мышцы, находящиеся в подзатылочной области. Никаких манипуляций с вашими костями, никаких скручиваний шеи, каких-то там рывков, ничего здесь не подразумевается. Так как каждое мышечное волокно имеет свой нейрон в мозгу, управление после такого воздействия из мозга изменится на генетически нормальное. Сустав разблокируется, когда сигналы будут поступать симметричные на каждую сторону вашей шеи. Несколько вещей происходит прямо сразу, непосредственно после разблокировки. Какие именно? Первое. У вас по опорно-двигательному аппарату происходит колоссальное изменение. У вас выравниваются ноги. Это означает, что у вас выравнился таз, ноги, и переоценить это невозможно, потому что уходит нагрузка с суставов ног, уходит нагрузка с голеностопов, уходит нагрузка с тазобедренных суставов. А также внутренние органы, органы малого таза, почки, надпочечники, все в течение двух-трех дней становится симметрично, начинает хорошо кровоснабжаться, и, естественно, работа внутренних органов улучшается. Это тоже очень часто отмечают. Очень часто, 98% случаев, уходят сразу головные боли. Очень часто меняется моментально осанка. За осанку отвечает, кстати, не мышца спины, а мышца за грудиной. Она очень слабенькая, и сама по себе ее накачать невозможно. Но как только управление налажено, нагрузки распределены, осанка выпрямляется, люди сразу становятся прямо. Это очень многие отмечают, и я думаю, что вы не будете исключением. Что вас ожидает второе? Но моментально. Это налаживание кровоснабжения, нормализация кровоснабжения головного мозга, притоков и оттоков в головном мозге. Сосуды долгое время не работали в полную силу, поэтому нужно время перестроиться, и это происходит в течение месяца. Вы начнете чувствовать улучшение самочувствия, улучшение сна, улучшение работоспособности. Зачастую происходит улучшение зрения, улучшение речи. У детей это частое наблюдение, потому что все нейромоторные узлы, речевой и зрительный, находятся в затылочной части. Поэтому это достаточно быстрые изменения. Гипертония, кстати, одна из болезней, которая тоже неизлечима медициной, медицинскими средствами. Она тоже вас с вероятностью 98% покинет просто сразу, в первую же неделю. Ну, в общем и целом, что вас ждет, это под правильно стоящую голову тело начинает выстраивать баланс, как положено. То есть, а мы задуманы симметричными, отбалансированными существами. Как только у нас голова начинает давить на разблокированный сустав, то все остальное тело под правильно поставленную голову, под правильно стоящую голову, тоже восстанавливает свой баланс.